Девушки отдыхают В скаутинг я попал действительно случайно. Я узнал о таком движении от знакомых, которые собирались в первый практикум в Полтаве на речке Псел. Я поехал в этот практикум, не знаю, кто такие скауты, не имел представления об этом движении. Потом мне понравилось очень, очень был такой масштабный проект этот. Много чего интересного для себя узнал, много чему научился, втянулся, понял, что это мое. И продолжаю с того времени до сих пор заниматься. И ни о чем не жалею. Я занималась 5 лет туризмом. 5 лет туризмом в клубе от школы своей. И там преподавал мой нынешний руководитель, Бородин Сергей Эдуардович, скаутинг. Я как-то шла на занятия, и мы с ним встретились, состыкнулись. Он мне предложил поехать в практикум. Я понятия не имела, кто такие скауты, что они вообще есть. Первая моя поездка была в Новгород-Северский в 2015 году. И именно в той поездке меня посвятили в скауты. Ну, я раньше как-то скептически к этому относился. Думаю, ну, скауты, ну, как бы у них своя атмосфера, я туда не лезу, в общем-то. Мне это не сильно интересно, в общем, было. Но когда Вова позвал помочь убрать, вот, я встретился с необыкновенными людьми. Они очень дружные, сплоченные. Ну, в общем, такого коллектива мало, где можно встретить. Мы проделали на острове колоссальную работу. Растизили весь остров. Там было, ну, я не знаю, ну, очень много. Где-то около, ну, сколько было? 150 мешков мы оттуда вывезли. Вот. Эта сплоченность, эта дружба, ну, такого редко где найдешь. Тож, какие они, современные скауты Запорожья? Самое про это мы сегодня и говорим о том, в эфире тема дня. Я, Катерина Базаркина, витаю. У нас в студии Сергей Бородина, глава громадской организации «Хортичий остров». Там Мария Вайсман, член Ради детской скаутской организации «Скауты Запорожья». Витаю. Тож, пани Мария, какие они, сучасные скауты? Я верю, современные скауты – это такие люди, которые реально могут поддавить добро и позитив каждому. Когда мы все шли только в скаутинг, мы не знали, кто эти люди, чем они занимаются. Но когда мы пришли, это, во-первых, была огромная доза позитива. Увидеть всех людей, спросить, кто это, как тебя зовут, а почему тебя это заинтересовало. Каждый человек приходил понять, а что это, а что я буду здесь делать. Мы пришли и поняли, что я здесь буду скаутом, я буду изучать разные навыки. Это и медицина, это и вязание узлов, это и просто общение, и работа с группой. Это как скауты и скаутов воспитывают на понятии с группой. Это работа с группой, это все время на природе, так как мы ходим в разные походы. Это не туризм, потому что туризм – это просто линейный поход. А мы, получается, ходим в походы, но мы на каждом месте осваиваем новые навыки. А что вы делаете в походах? В походах у нас есть обязанности у каждого. Это один ответственный за кухню, у второго ответственный за дрова. У нас никто на месте не сидит. Нет такого, что тот пошел спать. Как это? Работа идет, каждый должен что-то делать. Также у нас есть люди, которые ответственны за экологию, так как экология сейчас у нас страдает. Мы пытаемся сохранить. Это один из каутских законов – бережи свою природу. Как само вы ее бережете? Мы проводим экологические акции. Недавно мы проводили акцию, мы ездили на остров Димас, который находится в Запорожской области. Мы очистили его от мусора, так как мы вывезли 150 мешков мусора. Это колоссальная была работа проделана. Это был за один день. Теперь мы на этот остров ездим, нам все время рады видеть, нам помогают взрослые наши, которые нас поддерживают, вдохновляют. Это и музыканты, и писатели. В общем, у нас огромная дружная команда, которая помогает нам. А вот откуда люди, которые до вас приедутся, откуда они про вас узнаются? Допустим, каждый вот пойдет поговорить с другом, а я хожу на скаутов, это интересно. Он приведет одного друга. Поедем в какой-то поход, там к нам придут гости, они тоже заинтересуются. Также у нас есть страница в соцсетях, это в Фейсбуке, там мы ведем бурную деятельность, там можно про нас узнать. Также мы находимся в центре туризма, у нас проходит каждую пятницу там занятия, проводит Сергей Эдуардович. Это достаточно интересные занятия, где мы узнаем много-много разной информации. Пане Сергею, как вообще пришла идея створить скаутскую организацию? Дело в том, что в этом году исполняется 70 лет Центр туризма и краеведения Запорожскому центру. Этот центр когда-то назывался ОблТТС, где я был воспитанником, я из 7 класса занимался у хорошего человека, которого уже нет. И вот оттуда я начал заниматься альпинизмом и туризмом, работаю сейчас там. Но вот когда Советский Союз разваливался, то начался процесс, вы помните, это сложный процесс достаточно. И вот тогда я понял, что необходимо что-то делать, как-то привлечь ребят, потому что перестали ходить, не было средств и так далее. И меня послали на семинар в Крым, в Фролов. И тогда вот я понял, что это наше, потому что встретил много друзей, которые я раньше знал. Вот и мы начали заниматься этой темой. Мало того, даже скауты Запорожья, вот ту организацию, которую мы зарегистрировали, я долго сомневался, стоит ли ее регистрировать. Но дело в том, что так как я был вице-президентом Ассоциации Скаута Украины, это вот в Крыму, Юго-Восток Украины, туда входило много Донецк и Киев. В общем, много людей, которые любили скаутинги, понимали и считали свою миссию, работу с детьми. И мы тогда создали эту ассоциацию. И вот тогда в поддержку мы создали областную организацию. Хотя здесь поддержки в городе, в общем-то, особо не было. Но, тем не менее, сегодня этой организации уже 16 лет. Вообще скаутингу в Запорожье 100 лет. Вот в городе Александровске в 16-м году был создан скаутский отряд под предварительством капитана царской армии Никифорова. И тогда уже традиции какие-то зарождались. Ну, вы знаете, те процессы, которые были в нашей стране. И, тем не менее, мне подошли вот эти вот скаутские законы. Подход творческий. А что это за законы? Ну, скаутские законы – это 10 рыцарских законов. Это тот скаутский закон, который считается отдельно. Чести скаута следует доверять. Скаут честен, верен и так далее. То, что вот, кстати… Как заповедь, может быть. Да, и вот это была заповедь строителя коммунизма, тоже была вот оттуда взята, потому что занимались этим вопросом Бонч-Бруевич и Крупская. Они тоже взяли, выщипнули это дело. Вообще технология – это интересная, достаточно сложная. Вот если сейчас у ребят спросить, скаутинг это сложно или просто, скажут, что сложно. Потому что начинали просто, а сегодня это сложно, потому что это взаимоотношения между людьми, это какие-то вот программы серьезные, это нужно все время творчески относиться, иначе дети просто не придут. Они должны любить руководителя, идти за ним. Это серьезная лидерская проблема лидеров, потому что если дети за тобой не идут, подумай, занимаешься ли ты правильно этим делом или нет. Ну, в общем, здесь действительно сложно. Но, тем не менее, именно для этого мы создали и когда оставили областную организацию как творческую лабораторию на проверку ребят на самовредование. Вот сейчас у нас молодой человек президентом является, тоже не все в порядке, потому что все же думают сразу руководить. Молодые люди, скаутеи всех скаутых. Вот, а там проверка на все. Как ты умеешь руководить, как ты понимаешь ответственность за то дело, которым ты занимаешься, и так далее. Вот я считаю, что скауты Запорожья – это для молодых людей, то есть это детская организация. И мы создали, когда увидели какие-то вот такие процессы, несколько сложновастенькие, мы создали организацию «Скаутский клуб Хортычевосов». Для чего он был создан? Для того, чтобы традиции накапливались, для того, чтобы, когда поколения меняются, чтобы старшие ребята находили себе место, чтобы это было достойно и очень серьезно. Мы назвали со взрослыми, мы называли этот клуб «Клуб порядочных людей». И создали специально вот знак у меня, вот очень сложный, красивый знак. Это в каждого скаута нет? Да, да, нет. Этим знаком награждаются не более пяти человек в год. Вот уже пять человек награждено. Ну, вот сейчас мы… Можливо, за какие-то особливые досягнания. Да, это награждаются взрослые люди, которые сделали особый вклад в развитие скаутского движения. Но, я еще раз говорю, порядочные люди, порядные люди. Вот. И мы создали это как награду, вот повезем в Донецкую область, Наталья, там руководитель донецких скаутов сегодня, восстанавливает организацию. И вот мы повезем, из Покровска она, вот, Климова Наталья, и повезем, вот сейчас пятый знак как раз ее. Вот. Награда за то, что она, этот человек, который остался верен себе, верен детям. И они создали первый в Украине скаутский центр. Вот. Он открылся вчера буквально. Вот. Это аромное достижение. А чем занимается этот центр? Центр скаутский. Дело в том, что, если определять, что нужно молодежи сегодня, то нужны лидеры, социальный заказ, и нужны, и нужно место. Если этого места нет, все остальное, ну, скажем, это ресурс. Ресурс – люди, ресурс – деньги, и ресурс – место. Вот. Это место, с чего начинается Родина, с чего начинается скаутинг. Если бы у нас такое место было, я, честно скажу, у нас бы было тысяча скаутов. У нас бы очередь стоит. А сколько у вас зараз? Зараз вот в моем отряде, в общем-то, и в организации где-то 50 человек больше немножко, 60 и плюс взрослые еще. Вот. Это то, что реально есть, то, что работает, а не просто одело галстуки. Есть такие люди, которые надели косынку и считают, что они уже все достигли и уходят. Такого у нас произошло много. Вот. Ну, мы видим уже этих людей. Еще люди, вы их выключаете, зарядив в скаутинг? Нет, они сами ушли, и все. Здесь нет вот этого комсомольского «выключил, не выключил». Человек сделал свой выбор, это свободный человек. Скаутинг – это вообще воспитание свободного человека и гражданина, способного выполнять сложные жизненные и государственные задачи. А кто финансирует вашу организацию? Никто. Сегодня, слава богу, Центр туризма помогает. И они помогают, потому что я работник Центра туризма. Нам продуктами помогают, нам помогают программами. Вот. Я очень благодарен этим людям. Вот. Сегодня в такое сложное время, когда, в общем-то, идет перемена власти, и тем не менее нас поддерживают, это здорово. Вот. И, в общем-то, действительно поддерживают, потому что иногда командировочные, суточные. Ну, а вот когда клуб создал, вот я получил премию лауреата Верховной Рады Украины, я всю эту премию вложил, еще 10 тысяч добавил. Вот. И даже без вопросов, потому что я считаю, что это правильно, мне дали деньги для того, чтобы я их использовал. Ну, я считаю, что это духовно правильно. Так бы они разошлись, а так мы создали клуб, создали баннеры, создали календарь, создали еще много чего, создали программы. Казалось бы, маленькие деньги, тем не менее, я их использую. То есть, пустили в дело. Да, да. И я считаю, что это правильно. Дивите, вы, как скаут с таким великим стажем, можете порівняти себя маленьким скаутом и сейчас скауты, сучасные? Чи дрезняются вони? Ну, маленьким я був пионером. Вот. И у нас был такой девиз, пионеры будьте готовы к борьбе за дело Коммунистической партии. Вот. И мы, как маленькие дети, понимали, что мы к чему-то прикоснулись и считали, что мы будем готовы. Сегодня я разобрался во многих, как идеолог скаутского движения, я разобрался во многих вопросах. И девиз этот звучит, наш девиз звучит так. Скауты будем готовы. И завжди на поготове, или завжди готовы. А готовы до чого? До чого? До жизни, защите Родины, к свершениям, работы над собой, ну и еще много чего такого. Так вот, заметьте, будем. Это не вы будете там готовы, а вот будем вместе с вами. Тогда это действительно команда, это работа командная. Вот. И так далее. Я хочу прочитать стихотворение небольшое. Это выдержка стихотворения моего любимого поэта, уроженца Украины. Вот. Это Городницкий. Снова нам жить, между собой и мучительно ссорясь. Спорить о том, что такое свобода и честь. Мир разделился. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Бой барабана ударит в усталые уши, струны гитары сердца позовут за собой. Бой продолжается. Снова за юные души. Самый последний и самый решительный бой. Вот. Я так не думал, это ваше житевое гасло. Так, это и вирж. Да. Потому что процессы, которые идут в обществе, они обязательно затрагивают скаутинг. Скаутинг, почему я сказал, это сложно. Скаутинг рассчитан на лидеров. А если появляются новые лидеры, то, конечно, конфликт висит в воздухе. Здесь вопросы, многое, многое вопросы, которые, вот, они, этот конфликт появляется, и он есть. Я называю это процесс скаутей всех скаутых. Вот. И людей поставить на место, так как это демократическое государство, сложно. Вот. Мы должны понимать, что мы идем в ракурсе новой страны, в воспитании новых людей, и, самое главное, элиты общества, которые будут работать на эту страну. Я считаю это очень важным. Вот. Для чего мы создали не только клуб, но и сам знак, это знак синерата. То есть тех взрослых людей после 50 лет, которые готовы работать безвозмездно на страну, волонтерство, вот, и работать на молодежь. Понимать ее, дружескать. То есть они занимаются скаутами, так? Скаутами. Но только, вы понимаете, это волонтеры. Они не получают зарплату. Я не могу назвать себя волонтером, потому что я получаю зарплату за то, что я работаю в кружке скаутинга краеведения. Другое дело, когда программы, там, еще что-то. Но, тем не менее, я себя волонтером не считаю. А вот те люди, которые нам помогают, они действительно волонтеры. Вот почему иногда люди путают, что такое волонтерство. Волонтерство – это безвозмездная работа на общество или на войне. Такое тоже бывает. Вот. Ну, где-то так. Мария, а сколько уроков вы носите подчеркновение скаута? В этом году будет два года, как меня посвятили. На самом деле, дата посвящения и сколько ты в скаутинге, от этого не зависит. Многие люди очень долго в скаутинге, но они не знают, что они там делают. Каждый скаут за время, пока он находится в скаутинге, он получает свои умения, которые мы получаем в разных походах, разных практикум. Эти нашивки мы должны носить на правом плече. На правое плечо мы пришиваем сами все нашивки вручную и осознаем, что мы делали. Также мы получаем за свои умения, как и взрослые, только наши маленькие значки – это навигаторы. Вот так они выглядят. Это делает Сергей Эдуардович своими руками. А что это за навигаторы? За что они их вручают? Навигаторы вручают за то, что мы активные, мы помогаем. Также мы считаем, помогаем Сергею Эдуардовичу, помогаем другим организациям. Мы ездим в разные практики, походы, форумы. Недавно мы приехали из форума в Киеве, где мы проходили тему, как медиалаб – это умение обрабатывать видео, умение подавать информацию, так как это очень важно. Сейчас информационный век, и мы должны уметь преподать себе и зарекламировать, кто мы такие, чем мы занимаемся. Вы говорите, каждый должен получать свои умения. Какие умения получали вы? Найценнейшее для вас? Это медицина, так как меня это интересует. Это полезно сейчас иметь такие знания. Также умение кулинарии и костровой. Кулинария – это тоже каждый уметь. Кулинария – это очень полезно, когда ты попал в неловкую ситуацию. У тебя есть некоторые элементы, из которых ты можешь разжечь огонь и сохранить свою жизнь. Для этого нам помогает также наше умение – это умение взять узлов. Мы вяжем вот такие вот браслеты, в которых есть кресало и 10 метров веревки как минимум. Это спасательный браслет считается. Так мы его можем использовать в любой момент. Вот так вот. А что подумаете наибельше? На самом деле мне нравится все, потому что это атмосфера, которая у нас происходит в каждом походе. Не передать другим, так как надо попасть в это, это почувствовать. Просыпаться рано утром, идти на кухню, а у тебя дров нет. Ну как это так? Ты приходишь, ругаешься, ну как так нету? На следующее утро у тебя дровник полон дров. Все построены, как мы кричали, что мальчики, ну почему вы лезете на кухню? Это наше дело. После этого мальчики решили с нами готовить. Мы всегда рады, мы всегда хотим обучить всех, чтобы все это умели. А еще самое интересное, это когда вечером все уставшие проходят у нас каутская свеча. Это такой таинственный момент, при котором мы делимся всеми плохими и также хорошими моментами, которые произошли в этом дне. Мы обсуждаем все вот эти вот моменты и на следующий день мы делаем выводы, что было правильно, а что неправильно. Я думаю, это на заметку надо поставить каждому человеку каждый вечер так сидеть и подумать, что он сделал так, а что не так. А что прислуховываетесь надалее до выясновок, какие ты сделали? Конечно, бывало такое, что не получалось с первого раза прислушаться к тем моментам, которые выделили другие скауты. Но со временем мы не один день, не два дня ездим в походы, недели, две. И с каждым днем ты понимаешь, что вот подожди, подумай, тебе сделали замечание, исправь это и жизнь будет прекрасно, ведь мы живем в том самом крутом мире, который мы создали сами. А как дается поединять? На самом деле я обучаюсь на третьем курсе колледжа. Это было поначалу тяжело, потому что учеба у тебя, она забита голова. Но когда мы пришли в скаутинг, ты приходишь на занятия и такой, наконец-то я тут ушел. И эти люди, которые тебя окружают, они тебе дарят улыбку, дарят свои какие-то познания. И сидишь, и там у нас очень много студентов, которые ты можешь тоже пообщаться на эти темы разные. Так что совмещать легко. После того, как вы стали скаутом, ваши друзья, чьи товарищи, чи взял кто из вас приклад? На самом деле многие не знают, кто такие скауты. Хоть мы пытаемся донести. Многие думают, что это, кто это? Это печенюшки, которые разносятся? Не так. Да, мы дарим добро, мы ходим к другим. Это очень интересно общаться с людьми. И, возможно, за мной пошли некоторые мои друзья, но они не поступили в скауты, но они ходят на гитару с нами некоторые, некоторые ходят с нами в походы. В этот поход, в который мы зимой ездили, это на западную Украину, я брала с собой свою лучшую подругу. Ей очень сильно понравилось. Она говорит, эта атмосфера, которая была с вами, я ее нигде не видела. Ведь это общение, это гитара, каждый вечер гитара, стихотворение. Эти дети, которые от самых маленьких до самых великих. На самом деле, каждого человечка, он важен в нашем скаутском отряде. Так что мы ждем всех новеньких деток и будем рады их воспитывать и показывать свои умения. Какие события, которые произошли не очень давно, стали не больше запоминчивость для вас? На самом деле, каждая поездка самая запоминающая, но летом мы проходили на, ну, мы ездили на Южный Буг, где у нас были разные сплавы. Это мы познакомились с новыми знакомыми, которые сейчас мы общаемся. Также у нас был летом остров Джерлгач, там, где мы встретились со скаутами Одессы и скаутами Покровска. Мы получили новое знание по журналистике, которая тоже нам не помешала. В зиму мы ездили на Западную Украину, где мы встретились с Пластом и пообщались с ними, возможно, получили новое знание от них. А сейчас я предлагаю поделиться глядачам материал, который подготовили мои коллеги. И далее мы продолжим. Музыгин скаутов и скатель. Наш керівник – это Бородин Сергей Едуардович. И сегодня мы тут, чтобы представить такие организации, как местная организация «Хортичий остров» – это туристический клуб, потом областная организация «Скауты Запорожья» и национальная организация «Скауты Украины». Мы беремо в такой игре впервые участие. И сегодня мы тут, чтобы поддержать этих людей, которые борются за свободу и независимость нашей Украины. Мы изучили эту тему из истории, чтобы понимать, как нам быть в будущем. Анализируя события того времени и сегодня, делая какие-то выяснения, мы можем узнать, что нас ждет в будущем. И поэтому народ, который не знает свои истории, он просто не имеет права на будущем. Это была историческая игра, где вы посеяли первое место. Расскажите, что это была за игра и какие впечатления от нее? Можно, Манисарас? Я сейчас. От расстояний валятся миры. Прощая нам незнание о прошлом, доспехи с одеянием дорожным скрещу, чтоб путь незримый повторить, где лошадей стремительный голоб копьем врезался в небо в дороги и радовались, смертные как боги, переступая времени порог. Ну, а теперь я даю слово. Наши скауты, у нас, так как много деток есть, мы создали команду, которая туда пошла, которым было на самом деле интересно, которые были свободны в это время. Когда они пришли с этой игры, они зарядились также позитивом. Они поняли, что надо быть сплоченной командой. Когда один не знает вопрос, должен другой поддержать этот вопрос. И так как сказал наш скаут-друг Алла Еременко, которая присутствовала на этой игре и представляла нашу команду. Каждый человек должен знать свою историю, ведь без этого мы не можем назвать себя гражданином этой страны. – А что это за назва такая – Хортичий остров? Она с чем-то ассоциируется у вас, поясните? – Дело в том, что всю жизнь я занимаюсь краеведением. И к Хортице мы относимся всех с благоговением. Это не только историческое место, но и благое место. И когда мы даже первые организации создавали, мы называли Хортица, у меня там есть эмблема ее. Но не пошло. И вот сейчас, когда мы встретили в летописи вот такое название Хортичий остров, оно точно подошло к тому, чем мы занимаемся. Это и исторические какие-то моменты, которые мы проходим в программе «Неведомая Украина». Мы ее специально создали, эту программу. Это программа познания себя, окружающего мира и нашей страны. Это очень серьезная программа. Мы ее уже делаем третий год. И в этой программе все элементы скаутинга, туризма, краеведения, оно там все есть. – А как вы надеете, эта программа? Заглядите, можете побачите, узнаем. – У нас есть на Фейсбуке, у нас все элементы программы есть, они прекрасно, и фильмы там есть, и все есть по этой программе. Она сегодня очень злободневна с тем, что война идет, с тем, что мы зажаты в таком пространстве. И понимание, я же говорю, понимание мира и себя в этом мире и себя в этой стране, оно проходит квинтэссенции через саму программу «Неведомая Украина». А лагеря, они называются по-разному. То есть, «Перехрестача Сиев», «Остров» тоже «Хортыча Е», но мы маленькие программки для детей делаем, поисковые такие. – А где ты текавляешься такого программа? – Ой, я работаю, я сейчас взял две школы, на периферии, такие вот, 55-я школа. Дети поселковые, казалось бы, ну кто ко мне будет ходить? Ну, это делают с удовольствием, они счастливы. Вот, я думаю, что там будет получиться скаутский патруль и также вот жерело. Очень хорошо люди относятся, вот они принимают скаутинг как должное. Вот сегодня, когда вышла уже в министерское, поддержка скаутинга, но тем не менее, люди уже год как поддерживают нас. Там очень хорошие ребята, мне очень нравится, они активны, они хотят быть скаутами, они хотят заниматься камнем, они хотят находить что-то. Они, это, с ними я получаю огромное удовольствие. Вот эти ребята, вот жерело, это, конечно, очень хорошая организация, меня поддерживает руководство жерело. Вот, ну, знаете, вот когда люди и сами учителя хотят того, чтобы их дети состоялись, нужно сказать, что скаутинг, вот те навыки, самый главный навык, который ребята получают, это навык достойной жизни среди людей и природы. Это то, что называется выживанием. Вот, вот, это самый главный навык. А все остальные навыки, которые они получают, они просто многие вещи не знают. Вот, от вышивания знамен и заканчивая вязание зажимов. Вот, эти навыки, которые придуманы давно, это технология. Вот, и вот это навыки достойной жизни. Быть красивым. Знать, как применять все, всю свою одежду. Использовать ее, допустим, для очистки воды, разжигание костра, сделать свое путешествие безопасным. Ну, и так далее. Много. Ребята просто это все умеют, но просто вот как-то пока определиться, определить просто не могут, что они так много получают. Определение минералов. Притом, минералов так, что под ногами подбирают и знают, что это уже серьезные вещи. Ну, и так далее. Мимо не проходят. Помогают другим. Вот, Маша забыла сказать о том, как мы ходили в приют собачий. Вот. Помогали собачкам тоже. И в госпиталь, и с концертами. Подсаживали там деревья и так далее. Мы понимаем, что это наша миссия. Сделать мир лучше. И сейчас, когда у нас остается встанье хвилины до конца эфира, я прошу, возможно, у вас есть желание до молодежи, або взагалі до ваших побратимов, однодумцев и запорежцев. На самом деле хочу каждому пожелать, чтобы он был нестеснительный, подходил все время, общался, так как общение это реально круто. Ты получаешь огромный заряд позитива. Мы никого не кусаем. Мы добрые. Мы реально добрые. И ждем каждого у нас на занятии. Там тепло, хорошо и уютно. Да, мы ждем вас. И хотим, чтобы наша страна была добрая, красивая, достойная жизнь была у людей. И вот именно это может сделать каждый из вас, кто придет к нам или вообще на том месте, где он есть. А я желаю от себя, чтобы долав скаутов приедалися какого-то больше молодых, и они действительно брали из вас такий людский приклад. А с вами была программа «Тема дня» и я, Катерина Базаркина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин